всем привет вы на канале печки-лавочки это самый душевный и веселый и добрый жизнерадостный урок так дорогие друзья вы же знаете уже что продолжаем ремонт в нашей спальне на этот раз мы пригласили специалиста все-таки мы не отделочники не ремонтники не строители и все-таки чтобы это было произошло все это быстрее в кратчайшие сроки все-таки нами не специалиста и он нам здесь в этой комнате все зашпаклюет красиво все сделать все уровень стены сделает на наш подоконник потому что помните нашу поливок новую что здесь должна стоять кровать вот здесь вот будет кровать стоять и она будет стоять впритык к этой стене и здесь этот подоконник он выступал примерно сантиметров 10 и вот и вот он его обрез снял подоконник обрезал и он теперь будет выступать вот буквально здесь на три сантиметра уже когда кто-то будет лежать здесь краю ногой уже об этом подоконник биться не будет вот этот угол страшный помните здесь во первых он неровный снизу как бы фаска вот это она здесь шире и кверху сужается вот здесь это все выравняется все углы будут ровненькие четенькие там углы тоже будут все четенько штроба вот этого страшная штроба она тоже заделалась смотрите все все четко я бы конечно это делал немножко дольше может быть недельку но специалист есть специалист эдуард слушай ну я не знаю я так не заматывал когда работал ты смотрю замотал даже розеточки выключать ряда еще будущее на будущем да чужие другие бывают как для себя надо уже наконец-таки зашить здесь туалете заднюю стенку шутка ты там не ходили мусор не разносили у них как медом там намазаны у нас после чего после того после укладки нашего ламината еще немножко осталось чуть-чуть пришлось докупить сделаем здесь все ламинатом короб этот весь и потолок тут в том числе у нас остался потому что на полу сначала мучили ламинат но пол неровный и мы его сняли все нормально держится красава ну что сделаю здесь не минимальный зажор либо мы здесь канат приклеим либо такой уголок я сюда заведу его приклею как бы кламинату но утру в стену можно сделать и так будет такая окантовка этого щита заднего уже я его прибиваю не гвоздями на скобами на скобами а про дверьки расскажи дверьки будут тоже из ламината сделаю каркас каркас на каркас набью этот ламинат точно также каркасом решетка такая и все здесь планка для крепления петель дверьки будут вот примерно до сюда потом идут будет идти вот такой короб для вентиляции чтобы зашить все вентиляционные вот эти трубы и потолок все будет точно также будет такой переходящий задний дат щит в потолок сейчас пока не поздно возьму бы прикрепляю вот этот брус на потолок к нему я буду потом крепить ламинат пока шуметь можно правда крепить его брус закреплю на уголки потому что ну такой дюбель как бы нет смысла а мне нужно 7 сантиметров опустить потому что плитка не доложено вот так положил если бы на пол положил бы и это до потолка натяжной потолок опускается что это допустим то же самое вот этот провод заведем это будет вытяжка выключатель выключатель сам где-нибудь вот здесь поместим сидишь под рукой выключатель включил вытяжку выключил угодно правда уже здесь потолку не будем закрепим грунт брусу тут всего лишь вытяжка лампочку делали будем на дверью вот прям здесь на потолке не почему брелки на стене да да вот тут будет выключать этот цвет да я все вижу получите нашу ли нашу это похоже когда лёва спит тут ну то что он вчера сильно погулял до спального места не дополз и уснул в душевой кабине лёва плохо тебе сегодня мутит едешь новый дом вот когда он такой конечно ласковый он очень ласковый кучу ну с нами на славе славе то кажется ну как его можно отдать мы его не везем в приют все приюте ему уже я владею и верю что он никогда там не ощутиться коллега на работе вот даем да она увидела какой он ласковый хороший котик и она его возьмет и она живет у нее нет ни котов ни собак поэтому он будет один полноправный единственный неповторимый здесь они конечно симба и они здесь воист воюют за территорию вот симба раньше лёлю не трогал вообще а сейчас от научился от лёвы и тоже пытается где-то с ней подраться сегодня опять с утра обещала лёля что там такое случилось два кота все-таки как писали что два кота трудно уживаются ну вот он по отношению к нам он очень ласковый он приходит он прям так вот гладится он такой вообще жалко отдавать но мы больше к лёле привыкли уже нежели лучше создать ему сразу условия пока мы не привыкли пока он не привык до конца к нам поэтому мы его отвезем будем надеяться что там ему будет хорошо и будут нам присылать ролики отчет когда он адаптируется когда адаптируется мы его помыли второй раз до купаться он любит купается постоянно не то что лёлька попрощайся ну я скажу что внушайте доверие не похожи вы на злого человека качала ну ничего сейчас привыкнет придет домой успокоиться отдаем игрушку и немножко немножко наполнитель использованного чтобы запах что вдруг он почувствовал насыпешь сверху он будет чувствовать свое мы чисто на решетку насыпаем под низ ничего не про окна скажи про окна я говорила ну нам видео отчётики да иногда присылайте как он там уже подписчики переживают они там ну вот и и отдали нашли новых из его даже как-то грустно ну грустно потому что он волшебный код он наверно в раз тысячу лучше чем симба даже по характеру ну именно вот по отношению отношению до человеку он такой прямо настолько ласковый что это конкретно можно мечтать будет лучше но все-таки когда он один будет когда он будет в плане то что у него будут игрушки у него будет внимание да то есть он будет как-то ему нужно будет отвоевать территорию не будет стрессовать а у нас получается все-таки три кота не не с детства выручены да вместе как бы ну это не лёли вообще стресс она очень сильно похудела она мало есть сейчас то есть для нее действительно это это трагедия она ищет она открывает она и так не любит когда даже мы к ней касаемся без ее желания а тут коты и она стрессует мявкает урчит шипит короче ну лёля все-таки у нас старожилка поэтому если что-то будет происходить не так как хотелось бы не так как надо мы конечно его заберем мы его не говорили с вот работница из приюта что если что-то пойдет не так мы обязательно его заберем к себе и будем искать новый дом не отправляя его в приют то есть мы изначально его брали как бы с надежды что вот у нас выживутся коты но если нет то мы будем искать ему дом чтобы уже его не возвращает и чтобы у него не было этого стресса возврат в приют а не купила и когтеточку с домиком порядочная такая девушка да и мы с ней работаем вместе то есть я буду все время в курсе того как он и что с ним а симба мы как выезжали лежал в своем домике так он и лежит мне кажется что он не заметил потерю бойца что-то так очень спокойненько купили овощей редисочка ой мы вообще так любим редиску мы готовы его просто как яблоки есть еще купили хочу сделать как овощи а что суда а суп щабливы да хорошо картошечку запечем целой молоденькой молоденькую нашли было написано молодая картошка вкусная ням ням так и было написано на ценнике но сорт не знаю не знаю что за картошка новой губкой очищаем ее тщательно и запекаться да а я еще щавель сварю щавелек ты любишь щавелек да у тебя такая это садина шишечка ударила сегодня машина его в общем отваре минут десять что такая крупная а потом специи масло растительное в духовочку еще на полчасика пока она вот первая редиска она видно ее чтобы ее вырастить что пожалел нет кто пожалел ты да ты видишь чтобы ее вырастить быстрее видно поливали это вашу ее обильно поливали лишь какая она плотненькая но вся такая прям очень мясистая обалденная сколько она стоит 650 до 650 3 доллара два с половиной нужны с ним конечно я пошел за добавочкой попробовал одну думаю пойду на рынок еще скажу возьму по тебе вы что бывает покупаешь магазине она никакая еще потому что в магазине это магазина это искусственно выращенные овощи да такие невкусные они могут иметь товарный вид а вот именно вот когда на рынке домашние домашние это редисочка конечно отличается сразу даже огурцы вот уже они такие как домашние тепличные огурцы молоденькие молоденькие класс сразу знаю что сразу вот так вот чувствуется во первых сегодня погода и вчера отлично и вчера и плюс еще вот такие вот салатики летние и да еще с молоденькой картошечкой поперчим немножко специй немножко лимонного сока оливкового масла молоденькую картошечку тоже приправим духовочка до 180 разогретая и отправляем нашу картошку запекаться на полчасика мы будем наблюдать потому что она крупная будем наблюдать и подъедать нет пошли чай кушать пошли без мяска миша какое мяско молоденькая молоденькая кожура она такая мягенькая худенькая подуть не судьба аж слезы потекли так я не хотелось картошечки она просто реально вкусная такая в журнале все равно и вообще то что это ммм приправами кстати вкусно Соли хватает? Вообще всего хватает, она такая пряная Как ты любишь, да? Только подой хорошо Поставить надо вентилятора сюда Вкусно? Ребята, все за молодой картошкой Бегом Ну, что мы тут делаем? Мы сейчас делаем, вырезаем Полсантиметра буквально пены Чтобы у нас, грубо говоря, потом Вот так вот стал гипс Вот То есть мы сейчас заклеили весь подоконник Сняли вот это все Он будет не сюда заходить Нет, он будет туда заходить Потому что у нас хорошо Само окно получается в уровне строитель Если нормально его поставить У нас гипс будет убираться вот в это Нам нужно притискать уровень То есть мы вот так поставим гипса Сейчас покажу, сделаю, вырежу И все Предварительно вырезаем Буквально полсантиметра пенки Чтобы туда стал гипс Потом мы гипс, когда вырежем размер Вот эту кромочку, которая вставляет туда Нужно пройти грунтовкой Вот Должно быть все заклеено А зачем грунтовка? Это что, влага? Чтобы влага, которая проникает здесь Потому что здесь очень Очень Вот здесь могу показать Вот здесь вот Видите, как здесь сделано То есть по-любому влага какая-то проникает сюда-сюда Тонкая толщина Чтобы все Гипс стоял у нас здесь не было никаких вопросов Ни песен, ничего Не забывай, самое главное Чтобы пена не попала на подоконник Мы его заклеиваем Это уже заклеиваем до конца ремонта Он потом вырежет И сейчас я вырезаю все вот это вот Дальше я потом покажу Сейчас я еду здесь Гипсокартон Аккуратненько Вот так вынимаем Немного Берем очень Водичкой Можно, что он стоп Без разницы А вот я тоже Когда пенил Я тоже так делал Вот у нас пена Ну, пистолет многоразовый Ставим в отхоз Вот у нас все уже освещено Уровень отхоза Видите, даже гипс немножко кривой Но мы сейчас его будем выравнивать Он он постоял Просто-напросто Выберем Его внимательно поднимаем И аккуратненько с пеной Пеним Пеним просто Чтобы не было Просто подсчитали Такого в отхоз Местворода Нам нужно Бежать Как грампе окна Вот это вот У нас ушло С топловного отвердения Мы ее просто мочим И загоняем еще Вот у нас Он почти Вот так Я, кстати, как видел Ставил в отхоз Я сразу Подрезал В размерах косы Вырезал такую полосу А он С выступом То есть Оставил этот отхоз Слеснее А потом просто Заподлицо со стенкой Будет обрезать Ну, тоже Хороший вариант Не надо манаться там Вымерять Потом по месту попа Принаврезал И все Вот у нас так Закренено Конечно, еще безобразно А у нас так Нормально запенено Чего оно безобразно Шпенок Шпенок У нас в подхоз Разворот будет У нас на низу Нарисована линия Вот она Нарисована Вот линия Вот отсюда До сюда То есть Это наш Разворот окна Главное, чтобы ее было не мало Да Главное, чтобы немало Смысл в том, что это в отхозе Что он получается теплый Больше нет никакого промерзания Там нет воздуха Когда еще не попадает Вот так Таким образом Берем И тихонечко И дальше Внимаем Теперь нам Угол развороты Чтобы пена вылезла Желательно И вот она Потом уйдет все лишнее Вот так И тихонечко Подрезать У нас получилось Что Здесь расстояние До стены До откоса Минимальное Полсантиметра А там Ну, более сантиметр Это у нас Получается, что Родные откосы Такие Не с одинаковым углом Были Да? Не с одинаковым углом Поставили Не с одинаковым углом Угу Ну, спинули В эту сторону Больше То меньше Ну, я понял Обязательно Потому что Это Все Нимелируется Они стали Понаружным Понаружным Откосом Если Понаружным Все нормально Значит Понаружным То есть Внутренне Уже Делается Вот так Все То, что Пена Выдавилась Это Очень Хорошо Потому что На поддавлении То, что Я давлю гипсон На нее Она становится Полу-пластмассовая То есть Такая Продолженно Откос Получается Что Он Крепкий Крепкий Не пропускает Вклады Ничего Нет Никаких Нюансов Завтра Я по уровню Это все Обрезаю Буду Стать Ну, да Этот Пока Подсохнет Тут Еще Верхний Потому что Не хватает У нас Расстояние У нас Гипсон Который Метр Пятьдесят А здесь Должно Быть Метр Пятьдесят Шесть Поэтому Убедется Двух Частей Делать Ну, вот Дорогие Друзья Наш ролик Подошел К концу Резюмируем Резюмируем У Левы Все Хорошо Я Сегодня Разговаривала С коллегой С самого Утра У нас Получасовой Был разговор Как Он Что Впечатление Впечатление Да Ночь Прошла Спокойно Он Ночью Спал Он Не мякал То есть Все Хорошо Единственное Что Он Разбудила Я В шесть Утра Замякал Она Его Позвала Он Пришел Из него Лег И Заснул И Она Уже Заснуть Не Смогла И Пришел Стоять На Работу Вот Но Он Очень Ласковый Она Сказала Что Он Прям Вот Он Просто Как Собачка За Невести Ходил Целый Еще Такое С Приюта Как Будто Вот Нет Насыщения Ему Хочется Все Время Есть 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 Потому Что Думаю Завтра Наверное Мне Уже Столько Не Дадут Не Удастся Урвать Столько Все Хорошо И Мы Рады И Симба Наш Не Переживал Не Плакал Леле Слава Богу Стала Выходить Просить Покушать И Спать Где-то На Полу Ложиться Не Боясь Что Ее Обидят Что До Этого На Тошкаф Пряталась В полки Залазила На Столе Очень Часто Чтобы Сверху Чтобы Не Тостали И Хорошая Положительная Новость Нам Прислали Посылку Да Прислали Посылку И Письмо Прислали Первое Письмо У нас Да Мы Засчитывать Не Будем Потому Что В этом Письме Вообще Попросили Мы Начали Записывать Ролик Распаковки Посылки Записали Но Потом Прочитали Что Просят Не Показывать Распаковку Посылку Но Все равно Мы Уже Списались И Не Поблагодарить Галину Васильевну Мы Конечно Не Можем Поэтому Огромнейшее Спасибо Вам Галина Васильевна Долгих Лет Здравии Улыбок Мира Тепла Вам Чтобы Всегда Было Тепло Душе И Сердце Посылочка Очень Хорошая Все Просто Класс Так Что Вот Так 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 Пока 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 Субтитры 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 Субтитры